здравствуйте ребята я рада приветствовать вас на уроке географии мы продолжаем изучать с вами южную америку тема урока народы южной америки население и страны сегодня на уроке мы узнаем как происходило заселение южной америки как размещается население на территории и каким образом сформировалось население южной америки а также познакомимся со странами южной америки мы помним что прародина человека является африка но южная америка отделилась от африки десятки миллионов лет назад то есть задолго до появления человека на протяжении долгих миллионов лет людей в южной америки не было люди появились на этом материке сравнительно недавно всего около 20 тысяч лет назад откуда они приплыли сюда они не приплыли они пришли по панамскому перешейку и северной америки и так многочисленные индейские племена пришли в южную америку севера к моменту открытия америки европейцами индейцы полностью заселили материк причем индейские племена находились на разном уровне развития некоторые были практически первобытными охотниками но некоторые создали могучие высокоразвитые цивилизации южной америки таким индейским государством была империя инков находившиеся в андах в северной части материка на территории современного перу ее население составляла 12 миллионов человек инки строили города добывали полезные скопаемые прокладывали дороги изучали звезды и строили грандиозные храмы многие другие индейские племена были подчинены инкам спустя несколько лет после открытия америки христофором колумбом на территории государства инков торглись испанские солдаты под командованием франциско писаро их называли конкистадорами что в переводе с испанского означает завоеватели слово конечно красивое но были конкистадоры обычными захватчиками и грабителями им удалось обманом захватить а потом еще раз грабить это древнее индейское государство испанцы искали золото и серебро и в стране инков им удалось найти и то другое а индейцев стали сгонять для работы на рудниках целые индейские племена обращались в рабство или просто уничтожались в результате численности дейцев сильно сократилась и для самой тяжелой работы в южную америку стали привозить темнокожих рабов из африки так получилось что в населении южной америки представлены три основные расы европеоиды испанцы и португальцы монголоиды индейцы и представители экваториальной расы потомки африканских рабов смешение пришлого населения с коренными народами еще больше усложнила состав населения в настоящее время преобладает население смешанного происхождения метисы потомки от браков европейцев с индейцами мулаты потомки от браков европейцев с неграми и самбу потомки от браков индейцев с неграми потомки европейских переселенцев называют креолами. Процесс смешения языков, традиций, обычаев, нравов привел к образованию новых народностей и наций, в жизни которых сочетается европейская, индейская и африканская культуры. Языком, общим для большинства народов материка является испанский. Только в одной стране, правда в самой большой, Бразилии, говорят на португальском. Значительно меньше распространены английский, французский и другие европейские языки. И испанский, и португальский языки происходят от древней латыни, поэтому Южную Америку вместе с частью Северной Америкой называют общим названием Латинской Америкой. Южная Америка заселена крайне неравномерно. Большая часть ее населения живет на побережьях Атлантического океана, в долинах крупных рек, в Пампе и на территории бывшего государства инков, в Андах. Наименее заселенные части Южной Америки это сельва и холодные пустыни Патагонии. Встретить человека здесь совсем непросто. В Южной Америке много городов. Среди них есть очень крупные. Например, бразильские города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу входят в число крупнейших городов планеты. Заселение Южной Америки сопровождалось активным горообразованием ее природы. Все началось с посечно-огневого земледелия. Для того, чтобы освободить кусок земли для полей, просто выжигался участок леса или саванны. Получившееся в результате зола становилось естественным удобрением для нового поля. На нем можно было получать хороший урожай в течение двух-трех лет. Когда поле переставало давать урожай, земледельцы переходили на новый участок, а старые поля постепенно зарастали. Коренные народы старались как можно бережнее относиться к природному богатству, которое их окружало. Все изменилось с приходом европейцев, которые хотели прибрать к рукам как можно больше богатств этого материка. В процессе колонизации в огромных количествах добывались полезные ископаемые. Для развития сельского хозяйства стало уничтожаться гораздо больше площадей, занятых лесами и саваннами. Например, большая часть огромной страны Аргентины превратилась в поля или пастбище, а от дикой природы пампы ничего уже не осталось. Правительство многих стран материка предпринимает усилия для сохранения природных богатств. С этой целью создаются национальные парки и заповедники. Особенно нуждается в защите Амазонии, где уже создано шесть национальных парков и восемь заповедников. Однако охрана природы требует много сил и средств, которые есть далеко не у всех стран материка. Южную Америку, как правило, делят на два крупных регионах. Анские страны и страны равнинного востока. Первое, на что нужно обратить внимание, это различия в рельефе этих регионов. Анские страны горные, а восточные страны равнинные. Это, конечно, сильно влияет на природу регионов, а также на условия жизни и хозяйственную деятельность людей. К числу анских стран относятся Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Боливия, Перу и Чили. Все они республики. Группа анских стран вынтянута вдоль Тихоокеанского побережья материка. Особенно удивительно Чили, протянувшиеся на несколько тысяч километров с севера на юг, а запада на восток имеющая ширину всего 100 к небольшим километрам. Хотя это довольно узкий регион, при движении запада на восток можно увидеть в нем совершенно разные ландшафты. Вдоль Тихого океана тянется узкая полоса, которую называют коста, что означает берег. Здесь почти не бывает дождей и самое сухое место Атакама. Ширина косты невелика, несколько десятков километров. Сразу за ней резко, почти отвесно поднимаются анды. Эта часть региона называется Сьеррой. По-испански Сьера означает горы. Горная цепь Ант протянулась более чем на 9 тысяч километров по всей Южной Америке, от Карибского моря до огненной земли. Анды – это неприступные горные вершины, высокие, покрытые снегом вулканы, сверкающие ледники. Между горными цепями расположены широкие холодные и сухие плата. Их называют пуна или альтиплана. Оба названия прекрасно подходят для этой части Ант. Пуна означает пустыня, альтиплана – высокая равнина. Здесь, в Андах, на границе Перу и Боливии, лежит озеро Титикака, которое является высочайшим в мире судоходным озером. И, наконец, на востоке региона, в Колумбии, Венесуэле и Перу, на восточных склонах Ант, мы встречаемся с экваториальными лесами, которые называют Сельвой. Высокогорье заселены слабо. Большинство жителей предпочитает селиться на равнинах или в межгорных долинах. И только в Боливии, вся территория которой приподнята на значительную высоту, живут племена горных индейцев. Большинство из них – бедные крестьяне, совершенно забытые городскими властями. В горах жизнь течет так же, как и много столетий тому назад. Индейцы занимаются разведением крупного рогатого скота и овец, но самые характерные домашние животные здесь – лама и альпака, дающие прекрасную шерсть и молоко. Ламы, к тому же, используются для перевозки грузов. Они неприхотливы и выносливы. Значительная часть населения – метисы, то есть люди смешанного европейско-индийского происхождения. Во всех странах основным языком является испанский, хотя распространены и индийские языки – кечуа и аймара. Преобладает религия региона, католичество. Коренные народы андских стран, как и во всей Америке – это многочисленные индейские племена. Они по-разному представлены в населении стран региона. В Колумбии индейского населения почти нет. Зато в Эквадоре индейцы составляют 25%, в Перу – 45%, а большие половины в Боливии. Анды хранят огромные запасы полезных ископаемых – нефть на предгорных равнинах, изумруды, золото, олова, цинк, свинец. Но главное богатство анд – это медь. Медным поясом называют цепочку месторождений медной руды, протянувшуюся с севера на юг на тысячи километров. Особенно повезло Чили. Большая часть этой страны расположена в пределах этого пояса. Добыча полезных ископаемых – главная отрасль промышленности большинства андских стран. Разнообразное сельское хозяйство региона. В жарких низинах фермеры возделывают хлопок, сахарный тростник и бананы. Колумбийский кофе, растущий на горных склонах, считается одним из лучших в мире. На высоких платах с более прохладным и сухим климатом выращивают картофель, кукурузу, пшеницу. В лесах заготавливается ценная древесина. Крупные рыболовецкие флотилии ведут добычу сардин, анчоусов и тунца Тихого океана. Рыбы у западных берегов Южной Америки так много, что ее используют также для производства удобрений. Однако, несмотря на все эти богатства, большая часть населения живет в крайней бедности. Анды – регион с богатейшей природой и историей. Множество памятников привлекает ученых и туристов. Часть памятников включена в список всемирного наследия. Настоящее чудо природы, находящийся в Колумбии на одном из притоков Оренока – водопад Анхель, высочайшей в мире. Галапагосские острова принадлежат Эквадору, лежат в Тихом океане, точно на экваторе. Это вулканические острова, потрясающие своими суровыми, мрачными пейзажами и уникальным животным миром. Здесь обитают гигантские черепахи, давшие название этим островам, в переводе означает «черепашьи». А удивительно, крупные ящерицы, морские игуаны, прекрасно плавают и ныряют в поисках добычи. Но самым заметным объектом всемирного наследия андских стран, несомненно, являются расположенные на территории Перу руины древней крепости Инков – города Мачу-Пикчу. В равнинном востоке Южной Америки находятся 8 стран, среди них крупнейшая Бразилия, ведь она занимает почти половину всей общей площади Южной Америки. Есть еще одна страна-гигант – Аргентина, площадь которой превышает 2,7 миллионов квадратных километров. По сравнению с этими двумя странами – Суринам, Гаяна, французская Гвиана. Уругвай и Парагвай невелики по размеру. Регион называется равнинным, но не нужно думать, что рельеф его однообразен. Здесь можно наблюдать чередование низменности и плоскогории. Для региона характерно соседство густонаселенных районов, в которых есть и шумные порты и крупные города и труднодоступные джунгли, которые еще не исследованы. Равнинный восток Южной Америки обладает огромными природными богатствами – каменным углем, железной рудой, бокситами, хромом, медью, золотом. Богатство Аргентины является плодороднейшей почвой и прекрасные пастбища. Уже давно в аргентинской пампе появились обширные фермы – ранчо. В пампе пасутся огромные стадо крупного рогатого скота. В Патагонии разводят овец. Аргентина получает доход от производства говядины. В отличие от стран на востоке Южной Америки коренные народы индейцы составляют очень незначительную долю населения – от 5% Гаяни и до 2% Бразилии. Индейские поселения изредка встречаются в труднодоступных лесных районах, местах их охоты и рыбной ловли. В Аргентине и Уругвае индейцев нет почти совсем. Многие жители региона – метисы. Значительную часть населения составляют креолы – это потомки португальцев, испанцев и итальянцев, голландцев, французов, англичан и немцев. Значительна доля чернокожего населения африканского происхождения. Особенно много выходцев из Африки в Бразилии, а вот Аргентина в основном заселена креолами. Официальные языки, на которых говорят жители, являются наследием колониального прошлого. В Аргентине, Парагвае и Уругвая говорят по-испански, в Гаяне – английский, в Суринаме – по-голландски, а в самой большой стране Бразилии говорят на португальском языке. Причем в Бразилии говорят на этом языке 15 раз больше человек, чем самой Португалии. Страны региона преимущественно католические. Сохранились здесь местные индейские и африканские верования. Поразительное многообразие культур региона отражается в праздниках и в году довольно много. Самый главный праздник, на который съезжается огромное число туристов из разных стран мира – это пятидневный карнавал в Рио-де-Жанейро с потрясающими костюмированными парадами и танцами под характерный ритм бразильской самбы. Страны региона имеют спортивные большие достижения. Самый любимый вид спорта – футбол. Футбольные сборные Бразилии, Аргентины, Уругвая не раз становились победителями и призерами чемпионатов мира. Великие футболисты – бразилец Пиле и аргентинец Марадона – одни из самых знаменитых людей планеты. В последние десятилетия в некоторых странах региона быстро развивается промышленность. Особенно это касается Бразилии. Эту страну иногда называют тропическим гигантом. Это действительно самая крупная по площади, численности населения и выпуску разнообразной продукции страна тропического пояса. Ее заводы производят сталь, автомобили, самолеты, морские суда и компьютеры. Промышленность сосредоточена в некоторых крупных городах, среди которых выделяются Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Сельское хозяйство развито во многих странах региона. Бразилия – ведущий мировой производитель кофе и сахарного тростника. В Аргентине выращивают пшеницу и разводят крупный рогатый скот. Французская гиана славится своим жгучим красным перцем. В Парагвае разводят скот, выращивают хлопок. Из листьев растения моте изготавливают горький парагвайский чай. В отличие от андских стран, на востоке материка нет значительных памятников древности, но зато очень много природных объектов включено в список всемирного наследия. Это прежде всего огромный заповедный лес в центральной Амазонии в Бразилии и красивейший водопад на границе Бразилии и Аргентины. Ребята, а теперь настало время перейти к закреплению пройденного на уроке материала. Предлагаю вам игру «Донетки». Итак, первый вопрос. Парагвай имеет выход к океану? Правильный ответ – нет. Государственным языком Бразилии является португальский? Правильный ответ – да. Индейцы являются коренными жителями Америки? Правильный ответ – да. Аргентина – крупнейшая страна Южной Америки? Правильный ответ – нет. Крупнейшей страной в Южной Америке является Бразилия. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok